История железнодорожников История первая. Под поездом. Я работаю путейцем уже около 10 лет. Занятие это, скажем так, не из легких. Хотя порой бывают дни, когда просто ходишь по своей территории и по факту не занимаешься ничем, думаю, многие поймут. Кроме ремонта рельс со шпалами и обхода, мы занимаемся и чисткой станции от разного рода мусора, такого как больших и ненужных кустов, которые выросли до такого состояния, что царапают окна проезжающих мимо транспортных средств, сорняков и мусора, которые любезно оставляют пассажиры. Порой после таких вот процессов, кажется, что люди ничем не лучше свиней. Пару раз вынесли около трех мешков с бутылками пластиковыми, бумажками и прочей ерундой. В один из таких дней, когда мой верный кустарец снова пошел в дело, произошло кое-что необычное. Спиливая огромные заросли нашей фауны, которые все растут и растут, я мельком глянул на проезжающий поезд, и на удивление что-то в нем показалось мне странным, но что именно в тот момент было неясно и обрезка зелени продолжилась. Последующие часы меня не покидало странное чувство тревоги, а вот откуда оно появилось, узнать никак не получалось. Уже сидя в своей, скажем так, сторожке, обедая со служивцами, один из них рассказал вот что. Мужики, такое сегодня нашел, не поверите. Иду я, значит, по путям, смотрю, все ли в порядке. Поднялся на платформу, вижу, сумка стоит. Ну, я прислушался, вроде не тикает, потом палкой потыкал, мало ли живое что-то. Но ничего, хотя от нее какой-то запах неприятный сходил, но все же решился открыть. Медленно расстегнул молнии и чуть не вырвал то, чем позавтракал. А там тушка какого-то животного, какого имена особо не понял, так как тельце было слегка деформировано и разлагалось. Но напоминало оно то ли зайца, то ли небольшую лесу без хвоста. Я как из ступора вышел, так сразу за эту сумку и прямо с ней это нечто закопал поглубже. Мы сперва посмеялись, подумали, что Сергеич уже хряпнул и мерещится всякое. Но когда он достал телефон и показал нам это, глаза у всех на лоб полезли. Еще какое-то время мы обговаривали находку товарища, но большинство опиралось на то, что это всего лишь кролик или заяц. Далее этот разговор как-то замялся, и наша дружная толпа пошла работать. Вечером, выйдя на тропу, я глубоко вздохнул свежего воздуха и неспеша направился домой. На улице уже потихоньку темнело, но солнце еще не успело спрятаться, так что дорогу и путя было видно хорошо. Слушая пение птиц и скрежет сверчков, уловил еще один звук, который напоминал шипение змеи. Только вот немного иное. Оглянулся никого. Решив, что показалось, пошел дальше. За то короткое время, что шагал, этот звук преследовал меня еще не раз, но его обладателя мне так и не удалось застать. Уже дойдя к своему дому, присел на скамью, дабы покурить. Достал сигарету и хотел было взяться за спички, как вдруг мимо проезжающий поезд отвлек меня. Снова неприятное чувство, но в этот раз мне стало понятно, откуда оно. Из-под поезда кое-где выглядывали какие-то крошечные существа, напоминающие небольших змей, которые плелись как ляны по колесам транспорта, а как он проехал мимо, так они и исчезли. Придя на следующий день на смену, коллега рассказал, что оказывается на других станциях тоже было найдено много таких же сумок, как и у нас. Как выяснилось, один сумасшедший мужик проводил эксперименты над животными, а тех, что погибали, кидал в сумки и оставлял на станциях. Но для чего, никто так и не понял. Кто знает, может то, что мне довелось увидеть, сбежавшие эксперименты этого психа. В последующие дни как бы не присматривался, не видел больше ничего подобного. Лишь раз, когда шел утром на смену, на стене проезжающего поезда заметил ползущую фигуру, которая исчезла вместе с уехавшим транспортом. По сей день не могу понять, что это было. Обман зрения? Игра света? Или действительно что-то жуткое? История вторая. Лиственники. Был тогда мой первый рабочий день после незапланированного отпуска. А все дело в том, что по пути на дачу в меня врезался какой-то придурок, тем самым спровоцировав аварию, последствиями которой стали перелом нескольких ребер и левой руки у меня и небольшими синяками у провокатора. Злоумышленник после появился в больнице и слезно просил забрать заявление, предлагая мне большую сумму денег, которые покроют лечение. Конечно, не хотелось так вот просто оставлять этого паршивца без наказания, но деньги тогда были нужны как никогда, так что засунув свою гордость в одно место, я вздохнул и согласился. Вечером перед первой сменой мужики устроили мне веселую встречу с алкоголем и закуской, которая была мне по вкусу. После застолья, когда у всех уже язык зашевелился, Василий Иванович, стараясь не заикаться, рассказал вот что. Ой, хлопцы, не верится, что уже осень на дворе. В эту пору хуже всего обходы ночные делать, особенно по посадке. Эти черти как начнут вылазить, невозможно отбиться. В прошлом году Костю со второй смены за бедро так цапнули, что до сих пор боится в ночные смены ходить, а шрам все еще остался. Лично видел, когда вместе на рыбалку ездили. Главное, только первые желтые листья появятся на тропах. Значит, все, с ночи уже первые бегать будут. Несколько новых работников стали друг с другом шептаться и переглядываться. Бывалые стали о чем-то переговариваться, а потом наш бригадир заговорил. Да ну вас, Иваныч, чего новичков пугаете? Нету их у нас и не было. А то, что вам наплел Костя, не доказано. Он вполне мог столкнуться с медведем, запутавшим у нас. Что, кстати говоря, уже не раз происходило. Из-за чего явили правило брать выданное оружие на ночные смены. Или же он в темноте напоролся на сломанную ветку, коих у нас тоже немало. Мужчины стали спорить, а дядька все продолжал упоминать каких-то лесных существ, которые выползают с появлением первых опавших осенних листьев. Но как они выглядят или что-нибудь еще, так и не услышал. Первый день на смене был трудным, так как сразу отправили на смену шпал с бригадой. Возились долго, но коллеги старались сильно меня не нагружать, из-за недавно сросшейся руки, за что им большое спасибо. Пока занимались заменой, меня пару раз посещали мысли о словах старого рабочего, хотя в глубине души мне было ясно, что это бред невыпившего человека, так что мысли были скорее насмешливые, чем опасливые. Закончили примерно к восьми вечера, а чтобы скорее попасть в свой родной поселок, решили путь срезать через посадку, так что собрав все и вооружившись фонариками, выдвинулись в путь. Добравшись к началу, включили фонари, вошли в еще густые заросли, через которые пробрались к древесному лабиринту. Светя в разные стороны, мы старались не сдавать лишних звуков, но тут позади меня раздалось шуршание, обернувшись увидел только кучу опавших листьев, которые как будто кто-то только что пошевелил. Списав все на птиц или другое небольшое животное, двинулся дальше. Уже были на середине пути, как вдруг мой коллега крикнул «Бегите!». Сперва мы не поняли, но обернувшись, увидев, что напугало 30-летнего мужика, сами стали бежать. Нас преследовало примерно от семи до десяти маленьких волосатых существ, которых, как показалось, тогда покрывал густой мох. Напоминали чем-то лишего, только меньше. Издавали странное хрипение и пытались напасть. Но благо, как только мы покинули территорию посадки, они как сквозь землю провалились. Добравшись к нашей базе, включив свет и заперев дверь, самый старший поставил на стол пластиковые стаканчики и, налив по 50 грамм, выпил залпом, не закусывая. Мы же последовали его примеру. Спустя несколько минут молчания, тот, кто первый заметил это, нервно стал выпытывать, знает ли кто-то из нас, что это, на что получил вот такой ответ. Вчера дед рассказывал о них, как бы не хотелось признавать, но старик Иваныч не выдумал их. Это что-то вроде лесных духов. Есть ли они везде, не знаю, как именно выбирают место появления тоже. Но появляются они, как ни странно, только осенью, и то пока не наступят морозы. По-своему их называют лиственники, так как вылазят из кучи опавших листьев. Я не раз слышал от рабочих с других станций об этих паразитах, но сам ни разу не видел и в сплетни не верил до этого момента. После этого события на ночные дежурства не остаюсь. Не знаю, как другие ребята с этим всем справляются, но снова с перевязанной рукой или ногой мне ходить не хочется, а уж тем более с чем-то похуже. История 3. Смена на переезде Работа моя довольно проста. Хоть и не каждый сможет выдержать звуки поездов и электричек под ухом практически каждый день. Тут уж все родное и свое. Знаешь, когда приедет тот или иной пассажирский или грузовой поезда, когда нужно включить свет или наоборот выключить. Самое худшее лично для меня это когда в ночные смены выключается свет на всем переезде. Речь сейчас пойдет об нескольких таких сменах, в которые мне довелось столкнуться с несколькими необъяснимыми вещами. Первый раз это случилось полгода назад. Был конец зимы, темнело еще рано и я, взяв с собой налобный фонарик, выдвинулась на работу. Когда сменщица передала мне ключ от переезда, светоотражательную куртку и вышла за дверь. Я прикрыла ее и, сделав чай, стала читать заранее подготовленную книгу. Но внезапно все погасло, что от неожиданности из моего рта вырвался негромкий крик. Включив фонарик и выйдя на балкон, осветила территорию, выключила и осматриваю уже темное пространство. «Понимаю, что света нету нигде и с унынием и злобой захожу внутрь». Было не очень поздно, так что, собрав всю серьезность в одну точку, позвонила знакомому с электростанции и давала спрашивать, мол, что с электричеством. Тот, лишь буркнув что-то, а внезапной поломки отключился. С этого у меня пришел вывод, что света сегодня может и не быть. Радовало то, что фонарик все же светил хорошо и почитать я смогу. Где-то спустя минут десять меня стал оклонить сон и, отложив книгу, легла головой на стол и задремала. Очнулась, судя по часам, на почти севшем телефоне. Примерно через час осмотрелась. Помещения и платформа все еще были во тьме. Выпив стакан воды, вышла на балкон, дабы встретить проезжающий поезд. Вот только перед тем, как он проехал, свет фар немного осветил пространство около пустого поля, и мне удалось разглядеть там небольшую белую фигуру. Как ни странно, страха не было. Даже наоборот, появилось любопытство, мол, кто это может там стоять. Как только транспорт проехал, я сразу стал осветить фонариком в сторону странного силуэта, который также неподвижно стоял на своем месте. Кто или что это было, не могу точно сказать, но было похоже, как будто кто-то накинул на себя светлую, немного грязную простынь. Нечто не шевелилось, а через пару секунд наблюдения у меня потух фонарь, и, оказавшись во мраке, не оставалось ничего больше, как зайти обратно в постройку. Сев на кресло и взяв на удивление работающий телефон, почему-то пришла мысль, что это мог быть мешок с мусором или какой-то пакет. Вот только на утро в голове появилась мысль, что когда я впервые вышла на балкон и осветила территорию, на поле ничего не было, так же, как и утром следующего дня. Второй случай произошел через четыре месяца после первого. «Сидела я, значит, на своем месте. Уже около десяти вечера было. Только-только стемнело. Лето ведь на дворе. Говорю с подругой по телефону. Кустики да цветочки обсуждаем. Как вдруг свет немного замигал, а затем резко потух». Негромко выругавшись, объяснила собеседнице всю ситуацию и, попрощавшись, стала искать свечи и спички, которые сама же и приносила как раз на такие случаи. Найдя то, что нужно, взяла стакан, подожгла свечу и, установив ее, включила на телефоне негромкую музыку, дабы как-то развеять тусклую темную обстановку. Внезапный лай собаки прервал эту идиллию и, взяв телефон, я вышла на балкон. За решеткой двери сидела небольших размеров белая собачка и с усилием пыталась войти. Решив, что животное потерялось или чего-то боится, впустила, даже не думая о том, что оно может быть агрессивным. Зайдя внутрь, закрыла дверку и еще зачем-то провернула замочную скважину. Собака легла около двери и пристально смотрела на нее, а я, дав ей пару косточек, оставшихся с куриных голеней, села поудобнее и задремала. Проснулась от того, что это ушастое чудо рычит и лает на дверь. В помещении темно, почему-то свеча потухла. Встав с кресла, хотела проверить, что же так беспокоит животное, но, подойдя к двери, замерла в нескольких сантиметров от нее. Почему-то желание выходить на улицу отпало. Взяв кофту, села на нее около собаки и в полумраке стала слушать. Собака слегка затихла и в тишине стало еле слышно, как по балкону медленно кто-то ступает грубыми шагами. Сижу и стараюсь не дышать, а собака вновь лаять начала. Затем шаги так же тихо направились к ступеням и тем же темпом раздались уже по направлению вниз. Через пару минут затишья пес стал облизывать меня и, умастившись, на полу уснул. Вновь запалив свечу, села на свое место. Непонятно почему, но казалось, что это чудо спасло меня от чего-то плохого. Вот только от чего именно, мне, если честно, знать не хотелось. Но это нечто явно сильно напугало моего мохнатого гостя. В ту ночь она осталась со мной. Да, как выяснилось, эта девочка. Хозяева забыли ее на платформе вечером, а на утро ее забрали. Последний же случай произошел на прошлой неделе. Накинув куртку поверх рабочей формы, сидела в ожидании, когда прогреется здание. Смечется у меня та еще моржиха. Не включала обогреватель весь день, а ведь холод собачий стоит. В тот момент представляла, какая будет зима, если осень уже такая холодная, но горячий кофе помогал об этом не думать. Уже ближе к 11 ночи, когда все же теплом обдала мои скромные покои, свет по всей территории пропал, в том числе и внутри. Уже зная, что такое может произойти, думала достать свечи, но за окном светила уж больно яркая луна, которая так и норовила прорваться сквозь штору. Открыв ее, я впустила несколько лучей к себе и, слушая спокойную музыку, осматривала через окно участки улицы, которые были хорошо освещены. Пару раз проехали машины, нарушая мой покой. Смотревшись в ближайшие кусты, заметила еле уловимое движение, а затем из них вылезло что-то непонятное. Нечто напоминало лесу, только больше и темное. Оно перешло через дорогу на мою сторону и, осмотрев окрестность, резко обернулось ко мне. Я от неожиданности на пол свалилась, но подниматься не спешила. Медленно подползла к двери и щелкнула замок, затем аккуратно задернула одну штору и села под стол. Было очень страшно. Казалось, оно посмотрело прямо мне в глаза. Просидев так, примерно минут пять собиралась уже вылезти, но вдруг услышала шаги около ступеней. Было похоже, будто оно что-то вынюхивает, как собака. Сижу, стараясь не издать ни звука, а это все ходит и ходит внизу, под лапами лопаются мелкие ветки. Не знаю, как долго сидела в таком положении, но я уснула. Проснулась около восьми утра, когда будильник настойчиво просил его отключить. Открыла глаза. Осознание того, что уже утро пришло не сразу, но все же взяв волю в кулак, медленно выползла и открыла шторку. На улице уже светило почти вышедшее солнце, а ночного гостя поблизости не было. Что на самом деле было увидено, не могу точно сказать, но теперь всерьез задумываюсь о покупке оружия для ночных смен. История четвертая. Снеговики. Когда я был еще новичком в железнодорожной сфере, произошла со мной уж больно непонятная по сей день ситуация. Недавно лишь окончил учиться, и сразу же направили на участок, к небольшой группе работяг, бригадиром которых был высокий седой мужчина, лет до пятидесяти. Встретив меня, тот, представившись Станиславом Юрьевичем, повел меня осмотреть рабочее место и рассказал, насколько и когда нужно приходить, какие работы в основном проводятся и тому подобные нюансы. В первую же смену оставили меня и еще одного бывалого мужичка на ночное дежурство. Мол, сегодня будешь сторожить, а завтра что-нибудь серьезное тебе доверим. Такое чувство, что охранять здание, в котором находятся различные документы и, возможно, деньги, беречь не особо нужно. Закрыв дверь и сев на диван, я отклебнул немного горячего чая и завел диалог со своим, так сказать, соседом на эту ночь. Мужика звали Василий, ну или как он позволил его называть Сергеич. Он рассказывал, что за все время, что он тут работает, случилось много жестий, такой как находка разрезанного пополам человека или животного на рельсах, столкновение поезда с машиной и даже падение огромного дерева на мирно сидевших в палатках людей. В разгаре разговора он умолк и попросил меня сделать то же самое. Секундную тишину прервали негрункие звуки, похожие на бег по снегу. Зима тогда была холодная, но и не грязная, как обычно бывает. Белизной припорошила на ура. И вот, сидя на пятых точках, мы слушали, как кто-то бродит около домика и хрустит снегом. Напарник встал с места и все же решил проверить, кому это не спится в одиннадцать ночи. Взял лом, лежащий около двери, включил фонарик и вышел за дверь. Я же последовал за ним. Луч осветил пространство. На улице шел небольшой снег. Никого поблизости не было. Вот только немного припорошенные снегом следы показывали на чье-то присутствие. Мне на глаза не сразу попался большой белый снеговик с грязной мордочкой и глазами, как будто запавшими в голову. Почему-то смотреть в них было жутко. Обошли Сергеичем территорию, но никого так и не нашли. А утром, когда я рассказал историю бригадиру, почему-то не боявшись быть высмеянным, он рассказал такую вот историю. Не знаю, связано это как-то или нет, но примерно года два назад, когда эта постройка еще достраивалась, в этих лесах объявился маньяк, который похищал детей. И вот похитил он парнишку одного. Они с мамой ждали электричку, а сам малыш лепил снеговика недалеко. Когда же полиция вышла на его след, тот успел спрятать тело мальчика, но тогда его никто не мог найти. Все потому, что спрятан был ребенок внутри снеговика, поэтому несчастного нашли лишь ближе к весне. История пятая. Девочка на путях. Летом это было, как сейчас помню. Обедаем, солнце печет, а работа еще сделана не вся. Тут уже поднявшись, заметил девочку на путях в ярком синем платье, только сделал несколько шагов в ее сторону, как на то место, где я недавно сидел, свалилась огромная ветка. Я от неожиданности упал на пятую точку, а сидевший рядом с тем местом мужик и вовсе заорал, как ребенок, но благо ни его, ни меня не задело. Подбежали остальные, спрашивают обоих, что да как, а я обернулся туда, где малышка стояла, но ее уже и след простыл. Тогда еще не знал, кто это и откуда пришла, но каждое ее появление фактически спасало мне жизнь. После случая с веткой было еще несколько, следующий произошел через две недели после первого. Тогда наша бригада поехала на замену шпал. Закручивая очередную гайку, подняв голову, вновь увидел это чудо в ярком одеянии, вновь пошел за ней, метров на шесть отошел, и в это же мгновение одна из шпал слетела со своего места и приземлилась на то, где я стоял, но тем самым задев работника рядом. Последний случай был так же спустя две недели. Сидели мы в сторожке, говорили с мужиками о рыбалке и футболе, как вдруг в окне показалось знакомое синее платье. В этот раз я с криками на выход побежал со служивцами на улицу, почему-то чутье подсказывало, что случится что-то плохое, и не зря. Оказавшись за пределами домика, один из работников было хотел что-то сказать, но тут в здании произошел взрыв, который немного отбросил нас в сторону, что-то закоротило, как говорили потом следаки. После этого пошел искать ребенка, шел по ту сторону пути, где видел ее, и наткнулся на клок грязной синей ткани недалеко от посадки. Пошел еще глубже и ужаснулся. Зайдя в густые заросли, обнаружил кучу из земли, уже слегка поросшую травой, а из-под нее торчала синяя ткань. Вызвал полицию и скорую, разрыли горку и обнаружили уже разлагающийся труп девочки, той самой, что я видел буквально сегодня. Оказалось, ребенок считается пропавшим без вести уже около трех месяцев. Не знаю, почему ее видел только я, но именно она не один раз уберегла меня от смерти. Когда малышку похоронили по всем правилам, я на ее могилке оставил плюшевого медведя и букет ромашек. Больше я не видел ее силуэта на своем пути, но часто прихожу к ее родным в гости и стараюсь чем-то помогать. А они все так же благодарят меня за то, что позволил им по-человечески похоронить дитя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...